А теперь еще более сложное задание. И задание это имеет несколько потенциальных таких, скажем так, здесь есть где ошибиться. Я молюсь, чтобы сестры, которые это будут делать, выполнили свое дело хорошо. Значит, я прошу всех остальных слушать очень внимательно и быть начеку. Вот в каком плане. Задача им поставлена весьма провокационная. Значит, они представители молодежи, которые хотят на основании священного писания убедить старших братьев, что есть смысл для молодежи устроить дискотеку для отдыха. Я специально подчеркнул, это не будет евангелизационное мероприятие. Это будет такая дискотека просто для отдыха. Опасность, помните, я говорил сегодня в самом начале, опасность заключается в том, что иногда мы, страстно желая что-то доказать, страстно желая в чем-то кого-то убедить, начинаем вчитывать в священное писание то, чего там нет. Посему, сейчас я вас прошу послушать очень внимательно, причем имейте, пожалуйста, в руках ручку и листок бумаги и записывайте те стихи, на которые будут ссылаться наши сестры. Записывайте, в частности, для того, чтобы почитать в контексте и для того, чтобы посмотреть, насколько соответствует предложенная интерпретация тем правилам толкования, законам толкования, о которых мы с вами уже говорили. Пожалуйста, кто у нас? Алина и Инна, да? Пожалуйста. Бог сказал, Он разрешает делать все, кроме греха. Значит, танцевать – это не грех. Где у нас в Библии сказано, что танцевать – это грех? Обратимся к священному писанию, 2-ое царство, 14-е и 16-е главы. Первое, 14-е. Давид сказал, из сей силы перед Господом, одет же был Давид в льной ефот. И 16-я глава. Когда входит ковчег Господин в город Давидов, Милхона, дочь Саула, смотрела в окно и увидела царя Давида, скачущего и пляжущего перед Господом, униженного его в сердце своем. В этом стихе мы можем видеть, что Давид, он прославлял Господа через танцы. То есть Давид не видит ничего такого, что противоречило Библии. И в других главах, начиная с 20-й по 23-ю, мы также можем наблюдать, что Давид, он играл и скакал перед Господом. Это говорит о том, что Давид хотел выразить свое эмоциональное чувство через танцы, чтобы прославить Господа. Также мы можем сказать, что если мы будем говорить, что танцы – это грех, то мы можем людям запретить смеяться, радоваться, проявлять свои другие эмоции. Говорят, что как танцы – это грех. Но в Библии это не сказано. Что? Это все сказано. Или это вы только все? Но через танцы мы можем прославить Господа. Ведь когда приходят… Если мы будем устраивать дискотеку христианскую и пригласим туда нехристианскую молодежь и включим христианскую музыку, то они будут танцевать и в это время слушать. То есть это как бы проповедь. Мне понравилась оговорка по Фрейду. И пригласим туда нехристианских в мужском роде. Потом остановились. Нехристианскую молодежь. Да, то есть какой способ самый лучший заставить молодежь хотя бы послушать? Потому что придя в церковь, они не будут слушать проповедь, потому что для них это скучно. Это хороший способ благовесствовать. То есть вы все-таки будете на благовесие. Хорошо? Дальше все? Ну да. И еще могут ссылаться на то, что здесь проявляется не духовность, а душевность. То есть через эмоциональность мы проявляем какие-то душевные качества. Но если смотреть на душевные качества, то эти душевные качества мы можем проявлять и в одежде. Но здесь же не сказано, что одежда, носить, например, юбку – это грех. Или если мы придем в штанах, это грех. Слушайте, я не понял последнюю... Ребята, если... Может быть, только я не понял вот это последнее противопоставление и связь с предыдущим. Если кто-то еще не понял, то девушки еще раз расскажут. Если все остальные поняли, объясните мне, пожалуйста, потому что я сейчас не уловил. А просто многие люди говорят, что если мы проявляем Бога, то здесь мы проявляем не духовность, а какую-то душевность. То есть наше душевное состояние. Но здесь можно говорить о том, что душевность, она может проявляться и в одежде. То есть нельзя все спирать на... Ну, духовность и душевность нельзя вместе сопоставлять. Просто бывают и такие категории. Подождите, то есть душевность – это плохо? Нет, душевность – это хорошо. Просто многие люди говорят, что проставляя Господа через музыку или через танцы, они называют это не духовностью человека, а душевностью. И вы говорите, что, в общем, ничего страшного в данном случае. Ну, и даже если это душевность, то состояние души может проставлять Бога, как и состояние духа. Так? Да. Понятно. Ну что же, давайте для начала... Спасибо вам большое. Ну что же, давайте для начала будем говорить не о том, запрещать или разрешать танцы в церкви, потому что вот это не тема нашего разговора, не тема нашего занятия. Сначала сделаем то, что я вас просил. Вот дайте, пожалуйста, оценку использования библейских фрагментов нашими сестрами в подтверждении приведенной точки зрения. Не там возражая или соглашаясь, а просто отвечая на вопрос. Те библейские фрагменты действительно говорят о том, что... Вот пытались заказать сестры. Мы, когда смотрим на Писание, на Священное Писание, мы как рыбки, которые находятся в одном аквариуме, и пытаются разглядеть рыбок в другом аквариуме. То есть мы даже не вовне всяких аквариумов. У нас тоже есть свой аквариум. И из своего аквариума мы пытаемся разглядеть то, что происходит там где-то. Это не совсем хорошая аналогия в том плане, что все-таки мы не рыбок разглядываем, а читаем и познаем Слово Божие, а Бог говорил и говорит нам напрямую. Это не то, что вот Он что-то пытается от нас скрыть, а мы пытаемся, мы разглядываем. Поэтому я не использую эту аналогию в начале курса, хотя часто она появляется в начале учебников. Я все-таки считаю, что она не совсем обоснована. Но что-то в этой аналогии есть. И вот в данном случае эта аналогия верна, когда речь идет о танцах. Вот почему. Алина и Инна начали разговор о том, запрещает или разрешает Слово Божие танцы. Все, что они доказали сейчас, вот теми стихами, которые были проведены, это то, что Давид танцевал. И когда его Милхола осуждала, Милхола в этом конкретном случае была не права. С этим можно долго спорить, можно сказать, что ну и что, мало ли что Давид танцевал. А вот Авраам, понимаете, называл жену-сестрою. Имелось у него определенное на это основание, но все-таки она ему больше жена, понимаете, чем сестра дальняя. Вот. Да, тот же самый Давид делал тоже вещи. Ну, правда, его за это осуждали. Но далеко не всегда, когда Священное Писание что-то описывает, оно предписывает и дает возможность. Нет в Священном Писании ни запрета танцевать, ни повеления, ни дара духовного, дар танцора. Но, когда мы читаем псалмы, совершенно очевидно, что там использовались и ударные инструменты, и тимпаны, допустим. И было веселое поклонение, действительно веселое поклонение. Сложно себе представить, что поклоняясь Господу, они при этом стояли как свечки. А движения тела, скорее всего, были. И вот тут начинаются аквариумы. И та история, которую я вам расскажу в качестве маленького-маленького примера. Понимаете, ребят, среди вас есть дети верующих родителей. Люди, которые... Ну, я понимаю, что вы не все к этому относятся, да? Но есть такие люди, которые среди вас тоже, которые вот родились уже в семье христиан. Причем в семье даже христиан не в первом поколении. Я покаялся, ну, очень давно. Покаялся в 87-м году. И понимаю, что, предполагаю, что некоторых из вас в 87-м году еще на этом свете не было. Да, вы были. Здрасте. Вот. Да, но покаялся я, и рос я в семье неверующей, и рос на ценностях, которые были свойственны неверующим людям. Я уже в христианском мире узнал о том, что христианская культура устроена несколько по-другому. Но, покаявшись, я никак не мог понять, например, почему в церковь, в которую я прихожу, все песни в миноре такие грустные и такие, простите, заунывные. И почему этих куплетов так много, и поются они так медленно. Понимаете, вот мне это было не понять, мне было не по себе. А потом, уже через несколько лет после покаяния, мы с группой христиан, молодежи, приехали на конференцию. Тогда, иногда проводили конференции в Сочи. Хорошо выехать с группой молодых христиан в Сочи, это был 91-й год, и решили мы пойти в церковь. Некоторым из вас я этот эпизод рассказывал, но он в данном случае весьма показателен. А конференция была очень хорошая. И ребята, сами христиане, и наставники, которые с нами работали, это были американские миссионеры, были действительно убежденными христианами. Понимаете, вот те библейские разборы, и те обсуждения, которые у нас шли по вечерам, и те молитвы, которые у нас были. Но я вспоминаю до сих пор, это было здорово. И вот в воскресенье мы решили пойти в церковь. Но нам, молодым христианам, никто не объяснил, как положено ходить в церковь. И мы сделали следующее. Мы побежали утром к морю, искупались, потом облачились в шорты, в какие-то маечки, футболочки, в полотенце на плечо. И такой толпой, 20 с лишним человек, мы заявились прямо с пляжа, с полотенцами, в традиционную, такую достаточно старую, баптистскую церковь. Значит, я понимаю, что сейчас церкви к этому уже более привычны. Но все-таки на дворе не 91-й год. Но представьте себе положение, представьте себе состояние вот тех людей в церкви тогда, когда они приходят чинно на собрание, рассаживаются на свои места, и тут влетает группа подростков и молодежи в шортах, а с полотенцами на плече, смеющихся, громко разговаривающих между собой. И потом вдруг эта молодежь понимает, что что-то не то происходит, и начинают друг на друга, тихо, 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 в церковь же пришли. Значит, но молодежь все равно не понимает ситуации происходящей. А оказывается, в этой церкви была такая фишка, что в переднем ряду должны были сидеть служители, там кто-то сидит в переднем ряду, кто-то выходит, там была традиция, служители, участвующие в служении, выходят такой цепочкой, их там три-четыре, сколько там человека, на сцену и занимаются места на сцене. Вот на сцене сидят, вот такой вот этот выход служителей, это означало начало богослужения. Значит, мы в этом были не в курсе. Во-первых, мы пришли и заняли первый ряд. Ну, нам никто не рассказал, что так нельзя. Вот, а там от первого ряда до сцены было немного места, и очень удобно, сцена немножко приподнята, а очень удобно ноги вытянуть. Вот, и, значит, идут эти самые служители такой вереницей, и сидит парень, здоровый такой, конкретный парень, он сейчас работает в недвижимости, достиг, в общем, достаточно серьезных успехов уже. Тогда был еще студентом, таким большим, крутым, такой хороший христианин, все, в таких шортах. И вот служители пытаются подняться на сцену, а на лестнице, по которой они должны были пройти, лежат ноги, потому что он их вытянул и, значит, положил на сцену. Вот, а, значит, ну, он, конечно, понял, что делали что-то не то, он эти ноги быстро убрал. Вот, выходят служители испуганные, начинается служение, подходит, а после служения к нам подходит, ребята, а вы откуда? Да у нас тут конференция христианская. Как, подождите, а вы что, христиане? Говорят нам. Мы говорим, ну да, вот мы здесь Библию изучаем, у нас, значит, а, говорят мне, а вы, наверное, харизматы. Нет, вы, наверное, харики. Харики. Харики, в принципе, Харикришна, да? Харики. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Ну, кто? Хризматы. А мы все равно не понимаем, потому что мы не знакомы со всей церковной терминологией. И говорим, кто? Они вылупляют у нас глаза еще больше. Один говорит, ну, не баптисты, так это точно. Мы... Так. А они говорят, ну, пройдемте, пройдемте, поговорим с вами. И... А мы, действительно, мы неподготовленные. То есть, сейчас это было бы совершенно по-другому, да? Но сейчас в такую ситуацию бы не попало. Они говорят, скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу крещения Святым Духом? Вот теперь я понимаю, что это был тестовый вопрос. Вот. А мы такие, крещение чем, простите? А, говорят они, ну, значит, вы не христиане. Вот. Значит, мы ушли с этой встречи. Да, они даже на нас помолились. Они помолились о нашем спасении. То есть, для них все было вопрос решен. Это люди, о которых надо молиться. Они из мира. Вот. Решили про нас. А мы ушли. И мы поняли, что мы сделали что-то не то. Причем что-то суровое не то. Что вот так было поступать нельзя. А вот. Потом подумали, что, ну, понятно, первое, что пришло в голову, в общем-то, не надо было в шортах и с полотенцами в церковь приходить. А с другой стороны, ну, почему не надо? Ну, после пляжа в гостиницу уже забегать было некогда. Значит, какая разница, в чем приходит в церковь. Что происходит? Да, а в этой группе, в общем, не было ни одного ДВР-вца. Если бы был хоть один ребенок верующих родителей, тем более из баптистской среды, он бы нам объяснил, что, ну, все сразу, мы бы поняли и исправили бы пути наши. Значит, что происходит? Происходит встреча представителей разных культур. И вот мы на церковь, да и на Божие Слово, смотрели с несколько разной точки зрения. Мы не могли понять, слушая проповедь, почему у этого проповедника такие забавные ударения, почему он говорит там про ненависть и злобу. То есть, нам как-то это было странно, да? А ему было странно, почему мы пришли в таком виде в церковь, и почему мы еще и смеемся. Потому что тут все серьезно, кругом. Значит, теперь, как это применяется к танцам? Помните, когда в синагогу пришли язычники? Вот Павел и... Павел Варнава и Иоанн Марк отправляются в миссионерское служение, в миссионерское путешествие. Они проповедуют в синагоге, и потом интерес к этой проповеди проявляют язычники. Они приходят в синагогу, вот в следующий субботний день синагога полна язычников. Об этом написано в Деяниях апостолов, в Деяниях апостолов. И иудеи по этому поводу так серьезно переживают. А язычники не такие. К ним нельзя оказалось применять тех требований, которые применялись к евреям, к иудеям. Язычники стали каяться, и это здорово. Иудеи задают вопрос, а что делать нам теперь? А заставлять их обрезание проходить или нет? Заставлять их принимать на себя все обязательства иудея или нет? В конце концов ответ был дан нет. Господь от них этого не требует. Господь требует от них послушания. Вот Господь спасает их по благодати через веру, как собственно иудеев он спасал. Но принять это им было очень сложно. Теперь мы, значит, девушки рассказывали, почему можно танцевать. А очевидно, что они, ну скажем так, выступали против утверждения о том, что танцы для христианина неприемлемы. Значит, мнение о том, что танцы для христианина неприемлемы, а существует. Естественно, оно существует. Но есть люди, которых Господь создал такими, что они хотят прославлять его движением своего тела. Когда они поют, или когда мы, когда люди, которые вот так устроены, мы поем песню, где в песне говорится, что, не знаю, возденем Господу руки, вот хочется эти руки поднять. И уверяю вас, не потому, чтобы произвести какое-то впечатление своими мышцами или другими физическими качествами, особенно если, допустим, ну нечем производить это впечатление. Но поднять все равно хочется, потому что об этом не думаешь. Думаешь о том, что вот в песне есть такие слова, и хочется это сделать, хочется, ну шевелиться все-таки. Другой человек смотрит и говорит, простите, а ради чего? Ради поклонения Бога, ради собственного развлечения, ради привлечения к себе внимания. В вопросе я сформулировал просто ради отдыха. Значит, дискотека в данном случае ради отдыха. Тогда один момент, можно ли это устроить, есть ли смысл устроить ради отдыха. Но второй вопрос, можно ли поклоняться Богу в танце? Уместно ли само поклонение Богу в танце? Говорят иногда, нет, неуместно, потому что и останавливаются. Дело в том, что библейских стихов, которые говорят о неуместности танца, найти нельзя. Ну, если найдете, покажите, мы посмотрим это в контексте. У нас будет сейчас время, мы сможем это посмотреть. Вот. О чистоте, да, конечно, есть. О праведности, конечно, есть. Но от неуместности танца найти достаточно сложно. Значит, ну, бывает, что для самого человека это неприемлемо. Стоп, если для меня это неприемлемо, я не имею права на этом лишь основании говорить о неприемлемости для кого-то другого. Мне это неудобно, мне это неуютно, мне это мешает. Мы ходим в церковь, где очень громкая музыка. Знаете, вот барабаны по ушам мешают мне поклоняться. Вот моя личная такая фишка, к сожалению. То есть, я понимаю, что в первом или втором ряду мне сидеть нельзя. Потому что мне иногда вместо того, чтобы поклоняться Богу, хочется разорвать барабанщика. Вот, мне не надо даже воды выливать на пиджак или на рубашку. Ну, так со мной все понятно, с моей греховностью. Поэтому я либо выхожу из зала, либо сажусь куда-то подальше, чтобы не возникало такого желания, чтобы действительно хотелось поклоняться Богу. А моей дочери тихая мелодичная музыка не дает поклониться Богу. Она иногда хочет к вам слушать тихую мелодичную музыку. Но она приходит в воскресенье, понимаете, ее энергия, ей хочется восприцать руками, да? Ей хочется подпрыгнуть. Вот, я не могу ей сказать, доченька, это неблагочестиво. Но тут, к сожалению, не все так... Да, значит, мы из разных культур. Моя задача понять представителей этих культур, этой культуры. Но тут, к сожалению, не все так просто. Те из нас, кто наблюдал различные, допустим, группы поклонения, группы пославления, отлично видели ситуацию, когда группа прославления вроде бы выходит петь Богу, а поклоняется она самой себе. Ну, то есть, ребята, заметьте нас. Танцы, когда все танцуют явно, значит, вот, чтобы прославить Бога, и вдруг находится кто-то такой или такая, который начинает такие колены выделывать. Типа, ребята, что вы там это самое, посмотрите на меня, вот я вот крут. Но ведь это, ребята, друзья мои, это не новая проблема. Это совсем не новая проблема. А что, вы никогда не видели проповедников, которые проповедуют во вполне консервативной церкви, но в проповеди так часто звучит слово «я», посмотрите на меня, что проповедь превращается в соблазн. Что проповедь – это не поклонение Богу, а проявление того, какой я умный. Ничего нового в этом нет. А что, вы никогда не слышали музыкантов, которые начинают играть, и вот это не поклонение Бога, или певцов, которые начинают… Человек, даже в традиционной церкви, сестра, которая каждое воскресенье хочет петь. Или она каждое воскресенье хочет помолиться. И в какой-то момент возникает вопрос. Это Бог побуждает, или этот человек просто хочет, чтобы его заметили. Вот. Значит, возвращаясь к фрагментам, которые вы привели, да, вы показали, что Давид танцевал, да, вы показали, что это вполне приемлемо, это нормально, по крайней мере, было тогда приемлемо, нормально. Вы не ответили, к сожалению, никак не ответили на возражения, которые часто выдвигаются, а возражения это ведь бывают такими, что через танцы, особенно через современные танцы, приходит несдержанность, приходит даже распутство. Ирина привела пример церкви, в которой она была, и в которой была типа дискотека, там пастор устроил ту самую дискотеку, и ребята танцевали под дискотеку 80-х. Я знаю этот город, я знаю этого пастора. И мне сразу провел здесь черточку, я говорю, ну послушайте, он и самый есть молодой человек в 80-х. Вот в 80-е годы он под это танцевал. А я говорю, и мы с вами по возрасту, оттуда же, из того же возраста, а что если бы там был МНМ, допустим, а не дискотека 80-х? А что если бы там был рэп и хип-хоп? Вот, а как тогда? Я понимаю, что внутри поеживаешься. А теперь я думаю о своих детях, которые вырастут лет через 20, через 25, когда будет совершенно другая музыка, если Христос в тому времени не придет. Они скажут, вот мы тут были на христианской дискотеке, там МНМ окрутили, МНМ окрутили, вообще классно. А люди в то время будут слышать что-то совершенно другое. Вот, то есть это вопрос, который очень часто переходит к эмоциональному, обсуждение его становится эмоциональным. Мы начинаем разбираться, ну как тогда с нами, типа вы не христиане, или плохие вы христиане. А мы уходим от толкования священного писания, мы уходим от размышлений, о культурной обусловленности. Кстати, к вопросу о дискотеке, вот эти ситуации с Павлом, евреями и язычниками, отношения между евреями и язычниками, очень и очень применимы, потому что это две разные культуры. Павел принимал многое из языческой культуры, но при этом что-то отвергал. Он говорит о том, что, ребята, вот распутство вашей языческой культуры, оно никуда не годится. Ну, я достаточно уже говорил, и думаю, что у вас уже появились вопросы, и возражения, и мысли по этому поводу, в связи с тем, что было затронуто. Поэтому, если кто-то хочет высказаться, вот сейчас как раз то время, как на свадьбах говорят, говорят, либо скажите сейчас, либо вверх храните молчание, потому что через пять минут мы пойдем дальше. Пожалуйста. Нет, но если ты танцуешь просто, то есть без греха, то получается можно. Так, танцуешь просто без греха, а это как? Нет, но если мы танцуем, и при этом не совершаем греха, то ведь просто проставляя Бога через национальное что-то, это же ничего права. Нет. Если анализировать, израильтяне же танцевали в хороводных танцах. Танцевали, конечно. Вот эта штука. Единственное, что у них не допускалось танец мужчин и женщин, то есть соприкосновение. Да, и вы помните старый фильм? Некоторые, наверное, не помнят. А кто-то помнит старый фильм «Скрипач на крыше». Вот, по-шалам алейхима, по-книгу шалам алейхима, когда там рушатся традиции, и отец семейства на свадьбе приглашает на танец, на свадьбе дочери приглашает на танец свою жену. Все такие смотрят, фильм американский, хотя про евреев, и все такие смотрят, что он делает, что он делает. Он говорит, «I'm dancing with my wife!» Я танцую с женой, вообще типа, вот, да, но для всех окружающих это шок, потому что при людях, на праздниках они танцевали. Да, там же Господь сказал, «Веселись ты, раб твой, рабыня твоя, и пришельцы». Ну, то есть, они веселились, послужили Бога, они находились веселью в этой дне. В общем, да. В храме танцы нигде не описаны, это естественно. Тем более, еврейская традиция, я как-то пришел в музей и попросил, чтобы мне дали свитки еврейские почитать, я хотел найти это место. Ага. Вот. А они мне как-то посмотрели странно и говорят, «Это только с разрешения директора». Я пошел к директору, а директор сказал, «Принести». И вот эти две старушки несут этот свиток, а он килограмм шестьдесят. Ага. Подставили старушек. Я тогда понял, в чем дело, я потом им помог отнести, а написано на древнее евреевском «Терячая кожа». Ну, зато вы увидели, как это выглядит на самом деле. Да, к вопросу о том, можно или нельзя, в общем, извините, конечно, если кто-то не соглашается, но, конечно, можно. Точно так же, как можно есть шоколад. Понимаете, любители шоколада, я в том числе, можно его есть, нет в этом проблемы. Любители фруктов и ягод, особенно зимой, можно есть фрукты и ягоды, если у вас есть на это деньги. Вопрос в том, что не полезно объедаться шоколадом, фруктами и ягодами, пиццей, всем что угодно. Нет нигде такого прямого или косвенного запрета. Да не будешь ты танцевать, да не будешь ты двигаться. Бог дал нам тела, которые готовы двигаться. Значит, опять-таки, я должен здесь быть очень аккуратным, хотя понимаю, что был уже неаккуратен. Я знаю, что есть в церкви, в которых танцы запрещены в принципе и запрещены для того, чтобы, ну, как-то охранить, сохранить, вот, может быть, негативные последствия. Но когда мы читаем Священное Писание, никакого запрета мы не видим. Вот. Дальше, где и как, и когда, это другой вопрос. И опять-таки, представляю себе, что очень скоро будет, а некоторые говорят, что кто-то здесь сказал, что уже есть, церковь, в которой, или церкви, в которых пасторы, рэперы. Вы можете себе представить, если послушать, настоящий рэп, то есть, не ширп от рэп, да, а настоящий рэп, где важен не только ритм, а важный текст. И вот хороший, допустим, христианский рэп, да, скажем так, хороший нехристианский рэп, или, ну так, сильно сделан нехристианский рэп, это все равно текст, но очень часто там бывает текст о том, как паршива жизнь. Вот, вот, все плохо, да, и ты от меня ушла, к тому же. Вообще, безобразие. Вот. А хороший христианский рэп, это, в общем-то, мелодичная проповедь. И вы представьте себе, сколько молодежи туда придет, если там действительно будет что послушать, если это будет проповедь Слово Божие, и оно будет сделано хорошо. Вот. А, опять-таки, в нашей культуре, в современной культуре, которая визуальна, в которой, вот, слово YouTube, допустим, уже воспринимается, как, ну, слово, которое мы постоянно говорим, и нам сервис, которым мы постоянно пользуемся. Вот. А вот этот танец, действительно, хороший танец, с нормальным текстом, это, это уже даже не будущее, это уже настоящее. Вот. Поэтому, вопрос о том, можно или нельзя, я думаю, мы скоро оставим позади. Но, опять, всегда будет вопрос, это делается для чего? Чтобы прославить Бога, или чтобы прославить самого себя? Или, чтобы привлечь, мы привлекаем внимание к Богу, или к себе? А даже так, вот, церковь своими служениями, своими программами привлекает внимание к Богу, создает царство Божие? Или привлекает внимание к себе? Мы вообще самые крутые, а все остальное, это отстой, отстой полный вообще, да? Вот. Это, понятно, что это неправильно. Они могут не танцевать, но иметь вот такой неправильный, неправильный подход в жизни. Вот. Понимаете, я к чему об этом говорю? Иногда говорят, что да, у каждого должно быть свое мнение, да, у каждого должно быть свое мнение, естественно. Но практически вопросы нужно решать. И, наверное, если вы находитесь в такой церкви, в которой уже годами вот это не принято, годами считается, что это не так, этого не должно быть, то менять что-то не получится. Вот. Может быть, не надо. кому-то будет тяжело, тяжело от громкой музыки, тяжело от танца. А об этих людях тоже надо думать, как мы сегодня видели в послании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok